Пока одни строят, другие ломают. В Самаре газели сменят прописку. Скульптурную композицию на московском шоссе накануне увезли на склад. Надолго или нет, пока неизвестно. Убрать бронзовых зверей решили новые арендаторы земельного участка. Все законно, только художникам, авторам проекта, все равно обидно. Мнение сторон выслушала Нина Ванина. То, что они блестят, это говорит о том, что они нравятся из них, трогают. Авторы скульптур, творческая группа художников Александра Николая Куклева и архитектор Кристина Цибер забили тревогу еще месяц назад. Любимое место горожан дело и их рук. Со слоном или обезьяной по-прежнему можно сфотографироваться, а вот одна из скульптур останется только в домашних архивах. На этом месте стояла композиция из двух газелей. Зачем компании-арендатору понадобился клочок земли размером метр на метр, неясно. От комментариев нападающая сторона отказывается. Участок земли, где стоят бронзовые звери, перешел к другому арендатору. Прежний, он же заказчик скульптурного проекта, ситуацию комментирует в письменном виде. Новый арендатор потребовал освободить этот участок от скульптур. В случае невыполнения этого требования демонтаж будет произведен арендатором. Мы приняли решение самостоятельно демонтировать скульптуры для того, чтобы обеспечить их сохранность и безопасность. Мы это сделали для людей. Мы это сделали для Самары. Нам это по силам, по какой-то энергозатратности очень дорого стоило. То есть мы бегали, оформляли все эти документы. То есть, грубо говоря, это был такой адский труд. Художникам обиднее всего. На скульптуры они имеют только авторское право, но сил на эту работу затратили много. И почему теперь их творчество скрывают от людей? Мы работали над ней год над этой композицией. Причем эскизов было порядка семи вариантов всех фигур. Демонтированную скульптуру отправили на склад компании заказчика. Проблема не осталась без внимания власти. По мнению министра имущественных отношений региона Юлии Степновой, ситуация хотя и обидная, но с точки зрения закона придраться не к чему. И предлагает свое решение проблемы. То, что сейчас срезают скульптуры, это нехорошо. Я вот сегодня как раз размышляю с коллегами на эту тему, что с ними делать. Как вариант, можно предложить уважаемой мэрии разместить это где-нибудь на территории загородного парка или парка Гагарина. В апреле будущего года закончится срок аренды у нынешнего владельца скульптурного участка на Московском шоссе. Если прежний арендатор выиграет очередные торги, возможно, бронзовые звери сюда вернутся. Если до этого им не найдут новое место. Нина Ванина, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.